В общем, благодаря тому, что у нас на предприятии собраны все виды обрабатывающего оборудования, и мы еще за последние два года обновились, очень здорово, и поставили пятикоординатный, четырехкоординатный станок. Есть своя термичка, гальваника, испытательный корпус. Мы делаем практически все на своей территории. 98% изделий практически без кооперации. Ну, литье только что заказывают на стороне. Если литье, то есть микрофон. Я просто иногда громко говорю, стараюсь. Значит, в двух словах расскажу о нашем предприятии. Уже достаточно много времени прошло, и все устали. Поэтому, чтобы объять необъятное, я постараюсь быстро пройти по тем видам продукции, которые, может быть, не всем здесь интересны, потому что наше мероприятие посвящено только арматуре. Но наше предприятие всеядное, и поскольку мы, как нестандартное машиностроительное производство, мы беремся за разные сложности и задачки, в том числе и ожижители, рефрижераторы, гелия, водорода и природного газа, комплексы по разделению редких газов, при том, ксеномниолог, оборудование для подготовки очистки гелия и метана, хранилище для криогенных продуктов, установки сжижения и хранения и газификации сжиженных газов, трубопроводная арматура криогенных трубопроводов, теплообменные аппараты, а также подогреватели. Это не весь перечень, но в данном случае, считаю, необходимо немножко посвятить эту историю. Значит, ожижитель гелия ОГ-400, 400 литров в час производится здесь по жидкому гелию. Здесь применена, ну, большой перечень применения арматура, в том числе электроприводной, турбодетандры, всевозможные агрегаты, аппараты. В России на сегодняшний день 2-3 предприятия способны производить такую продукцию. То есть это чисто импортозамещаемые вещи, которые можно применять на всех крупных предприятиях, в том числе и в «Газпромовских» дочках и так далее. Сейчас предприятие ведет большой проект по созданию рефрижераторной системы для гелия большой производительности. В данном случае речь идет о 12 кВт мощности на полдопроизводительности на уровне 14 келия. Такую задачу давно никто не делал, со времен Советского Союза. Здесь просто на слайдах я немножко пролистаю, покажу, из чего состоит это изделие. Сколько здесь арматуры, теплообменных аппаратов. И все это сделано своими силами. Все это кремльевная техника, это турбодетандры. Мы дойдем до арматуры, я тогда подробнее остановлюсь. Мы делаем теплообменные аппараты различного назначения конструкций, в том числе и витрины. Это, в принципе, продукция, которая может заменять линды. Это продукция, которая может заменять «Эрпродактс», «Эрликвид» на российских нефтеперерабатывающих предприятиях, в том числе. Ну и по установкам сжижения приводного газа. Это теплообменники на 250 атмосфер давления. Практически серийная продукция, которую мы делаем для установки сжижения приводного газа. Также мы выполняем разработки и изготовления, в том числе и блоков пневмоуправления арматуры. Компонуем и комплектуем это все дело стандартными датчиками и асподомерами дипометрана. Вот. Либо есть еще один, но я не запомню название. Здесь блок очистки гелия от влаги. Здесь тоже много арматуры собственного производства. Типоразмеры разные, ресиверы различные, разнообразные. Криогенные хранилища с регазификацией, ресивера для хранения, системы газификации, в том числе и жидкого кислорода. С точностью регулировки 1% по производительности. Атмосферные испарители, подогреватели природного газа. Вот приступаем к арматуре. Значит, наше предприятие уже более 40 лет на рынке. Сначала оно было в составе НПО приединенного машиностроения. В 2006 году мы полностью вышли из состава этого предприятия известного. И стали неким конкурентом, как ни странно. В составе нашего завода около 17 тысяч квадратных метров площадей. Кроме этого, у нас 4 комплекса. Из них 2 складских, 2 производственных. 1 на 10 тысяч квадратных метров. Сейчас новый выстраивается. Мы производим большой перечень продукции. По арматуре перечень и спектр такой. По клапанам-криогенам мы делаем от диаметра 4 мм до диаметра 1000 мм клапана. К сожалению, мы не занимаемся на сегодняшний день шаровой арматурой. Нет у нас компетенций. Кроме одного типоразмера 2-150 для перлита засыпки шаровой крас. В основном это конструкции запорные, запорно-регулирующие, дроссельные клапана, клапана предохранительные, обратные. Здесь представлены на данном слайде гребенки, укомплектованные вакуумными клапанами, криогенными. Диаметр клапана, который расположен справа, на испытаниях на жидком азоте 200 мм. Здесь представлен перечень нашей арматуры, которую мы делаем с разнообразными приводами. И ручными, и электрическими, и мембранно-исполнительными механизмами. Приводами мы комплектуемся. То есть мы готовы работать со всеми, кто сегодня говорил о своей продукции, с удовольствием. Проанализируем и будем работать сотрудничать. Также мы делаем обратные клапана различного назначения и различные конструкции. В том числе и лепестковые, и бабочковые типы, и точки для регистраторов. Стоит отметить, что начали мы производить арматуру для блоков разделения воздуха криогена. То есть есть достаточно такая узкая специфика. С одной стороны, там давление рабочее, там где-то до 16 атмосфер, ну максимум до 50. С другой стороны, за последние 3-4 года мы освоили водородные клапаны с давлением до 400 атмосфер. Последняя поставка была на испытательные комплексы Роскосмоса, водородный испытательный комплекс, диаметр клапана 150, давление 400 атмосфер. Такую арматуру сегодня никто не производит из сужения. Но это кременная. На данном слайде представлены клапаны с редукторами, в том числе, запорные, на кислороджики, на космодромы Лисевск, Байконур. В том числе скорость и бумагружательный космодром Восточный. Справа представлен клапан встроенный, это наша разработка, ноу-хау, арматура, которая встраивается непосредственно в трубопровод. Этот клапан имеет пневмопривод, рабочая следа аналогично в среде, которая, собственно, приводит в действие запорный механизм. То есть, в данном случае, клапан гелевый или в водородный, по крану вакуумной изоляции. Ну, кроме всего прочего, мы разрабатываем цистерны транспортные для креативных продуктов. И вот примеры комплексного блочного модульного изделия. На базе нашей арматуры, на базе тепла, на базе контейнерного исполнения. Это криптосиноновая установка, это установка сжижения природного газа на базе теплообменников, сепараторов и арматуры с кипом и автоматикой. 100% заводская готовность. Привозишь, подвариваешь, подключаешь и работаешь. Кроме того, мы выполнили проект для газпромовских дочек, связанный с станцией хранения и регулировки газа. Там тоже большой перечень арматуры, в том числе применены аумовские привода по требованию газпрома. Самые навороченные, с системой МАТИК. Мы разрабатываем проекты с нуля, имея собственное конструкторское бюро. Мы выполняем полный производственный цикл, сервисное обслуживание. Готовы сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами. Если есть по арматуре какие-то вопросы, прошу задавать и готова отвечать. Разрабатываем клапаны уже на протяжении 40 лет. У нас были публичности международные приодетных и теплых клапанов. Теплые клапаны до 1000, до диаметра 1000 мм. Чугунные корпуса. Это клапаны переключения, так называемые. Работающие от немокривода. Достаточно специфические вещи. Также у нас есть разработки по газовому. По природному газу клапанов достаточно паспорно. 400 мм и 600 мм проходного сечения с комбинированным движением диска. Эти клапаны работают без уплотнительных колец. Притерты шар по конусу. Позволяют работать с чистыми средами. Мы планируем сейчас их продвигать в рамках проектов, связанных с нефтегазом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова